Ненужные вещи и различные отходы на переработку. И также для тех, кто просто ленится, у кого нет времени на это, либо просто не знает, куда идти и где можно все это сдать. И также для тех, кто готов принимать эти вещи, распределять их, либо перерабатывать. Все сталкиваются с такой проблемой, что у вас дома накапливаются ненужные книги, макулатура, старая одежда, которую вы уже не носите, либо батарейки, которые просто опасно выбрасывать просто так, без специализации. Поэтому наше приложение решает эти проблемы. Да, и, соответственно, мы предлагаем два варианта для пользователей приложения. Первый – это оставить заявку, чтобы у вас забрали ненужные вещи. Те самые волонтеры, которые уже этим занимаются и уже ходят, но пока что без такого приложения. Соответственно, для этого вот скейношот нашего приложения. Открывается карта, один клик. Заберите мои ненужные вещи. Вот я здесь. Дальше мы дополняем, выбираем удобный день, выбираем удобный интервал времени, выбираем категории вещей, которые мы сдаем, вес примерный, короткое описание, и делаем фотографию. Все, заявка отправляется и попадает на распределение по уже тем службам, там, людям, которые забирают эти вещи. Другой вариант. Другой вариант – это найти пункт приема недалеко от вашего дома и узнать расписание мобильных пунктов. Ну, вот так будет выглядеть. То есть вы сможете выбрать тип, что вы хотите сдать, бумагу, батарейки, какие-нибудь еще опасные отходы, и, то есть, недалеко от вашего дома. Открытые данные мы используем с сайта правительства Санкт-Петербурга по эко-боксам и эко-мобилям. Там у них есть расписание и адреса. Также карта Гринписа со всеми пунктами и различными критериями. И также с сайта перемолка.ру у них мобильный пункт действует. Да, соответственно, уже разработан прототип Android-приложения. Вот наш разработчик. Обратите внимание. Ты покажешь что-нибудь? Ну, у нас уже реализована стартовая франка, в котором... Может, и дожурить телефон. Можно вбивать ваш email, чтобы они с вами связались с телефоном и имя. Ну и контактный телефон. Также автоматически он определяет ваше местоположение и улицу. Ну, получается, мы пока... Все эти данные отравляем... Вот, сейчас самое главное, что мы сделали, это с минимальными ресурсами. У нас был только один разработчик Android и ничего не было. И вот выбираем одежду, например, выбрали мужскую, женскую и детскую. Размер вещи и небольшой, например, отзыв о заказе. Также можно выбрать, что за вещь. И также можно уже отправлять заявку, чтобы в базу данных убивать. Ближайшие шаги, как только у нас готова минимальная версия продукта, мы начинаем тестирование уже в реальной жизни. Следуя заветам основателя PayPal, надо сначала стать монополистом на маленьком рынке. Поэтому мы ограничиваемся для начала приморским районом, потому что просто там живут основатели. И запускаем его в пилотном режиме, запускаем рекламу там в подъездах листовки, просто трагедированную рекламу там по этому району. И начинаем получать заказы и уже заключать сотрудничество с организациями-партнерами, собирать эти вещи и смотреть, как это быстро будет в средней жизни адаптироваться и развиваться дальше. Заканчиваем, у нас есть уже все. Все, спасибо. Спасибо. Вопросы? Это бесплатно для людей, которые участвуют? Да, бесплатно. А за счет чего финансируется офлайновая часть? Смотрите, уже сейчас есть компании, которые инициатива, которые этим занимаются. То есть мы начали несколько организаций, которые уже организуют подобный сбор вещей, то есть приезжают буквально к тебе домой. Да, и соответственно мы планируем до начала сотрудничать с ними. Следующий этап, возможно...